Продолжение следует... Это новые знакомства, новые... Огромные желания. Новые возможности. Дружеский коллектив очень что-то приятное, радует. Ещё одна возможность проявить себя в творчестве, попробовать что-то новое. Не замыкаясь в себе, а открываясь людям, показывая на своём примере, что можно добиться. Да. Давно танцуешь? Нет, только вот в этом проекте начала танцевать. Совершенно новое что-то для меня, неясное. Мне кажется, главное не бояться, а пробовать. Открывать себя. С новых сторон, наверное, да? Я сегодня не могу. Он говорит, можно всех соединить, с помощью его, например, да? Он слабослышащий и соединить с говорящим. Он сможет понять, но ему будет это трудно. Но если вместе будут они петь, это можно как-то соединить. Потому что они будут знакомиться с друг другом, будут ближе понимать и смысл будет понимать больше. Ксюша привыкла выступать на сцене как поёт, как песни. Мы занимаемся в ансамбле «За бабушка» в Ростове. А у нас новый опыт, когда она говорит на сцене. Мы так никогда не делали, поэтому вот речь или фразовая речь, что-то сказать, общаться со мной на сцене. Такого никогда не было. Вот это вот такой опыт. Не хочу о себе так громко говорить, но, с другой стороны, я считаю себя с Ксюшей каким-то посланником. В том смысле, что родители, имеющие таких детей, посмотрев на нас, посмотрев, что мы всё-таки можем и выйти, и сказать, и спеть, и как-то шевелиться на сцене вообще, что мы из себя представляем, если они это увидят, это им даст, наверное, какой-то стимул развиваться и не опускать руки. Потому что у меня в жизни такой случай был. У меня женщина рассказала, что такой ребёнок, она видела, разговаривает, как мы с вами. Для меня это было всё. Я поняла, что мы тоже так будем. И всё для этого делала. И вот результат она говорит, поёт. Тебе здесь весело, интересно? Страшно. Немножко. Почему? Песена. Так страшно или весело? Ну, много народу, звук. Для неё это испытание. Весело. Это для неё испытание очень большое вообще. Первый раз, когда мы на сцену как-то вышли, она ползла. Она не могла выпрямиться. Теперь уже мы стоим, голову стараемся вверх держать. Ну, высоко. Это многого стоит. У нас такой опыт был, когда надо было выходить на сцену, она схватилась за кулисы, мы её отрывали все от кулис, выскочила. И всё. И пошла музыка, и всё. Она вышла. Всё. Вот эта музыка помогает жить, ходить, учиться, дышать. Музыка и творчество. Только вот на этом стоим. Только на этом. У каждого человека, имеющего инвалидность, какая-то есть своя специфика. И общение, и дружба, и сотрудничество. И они знакомятся и ищут какие-то точки соприкосновения. Они учатся лучше понимать друг друга, лучше узнавать и дружить. Это самое главное. Этот проект помогает дружить. Ведь, к сожалению, человек настолько зашоренный в своём восприятии мира, что он не понимает, что всё, что окружает, это и есть счастье. В том, что солнышко светит, птички поют. Что мы умеем сопереживать, сочувствовать, радоваться жизни, видеть эту жизнь, слышать эту жизнь. И можем какие-то воспроизводить художественные образы. В своей голове, благодаря тому, что мы имеем социальный опыт. Многие ребята этого проекта, этого социального опыта не имеют. Ввиду диагностических особенностей. Именно поэтому. Вот эти люди должны уйти просветлённые. И что-то должно всё равно щёлкнуть внутри, в душе. Я на это надеюсь, по крайней мере. Всегда каждый проект, который мы совместно с кем-то делаем или участвуем, он нацелен не на нас, даже на наше какое-то развитие, а, наверное, всё-таки для врачевания общества. Общество социально больно пока. Думаю, что исправится этот вопрос в лучшую сторону. У них жизнь прекраснее, чем у таких людей, как у нас. Потому что для них каждый шаг, для них каждый вздох – это уже радость. Вот и всё. В 11-й школе я волонтёр. Тоже мы ездим, помогаем. И животным помогаем тоже. И ездим в дом инвалидов. Интересно работать с такими. Там и дети, и как-то нравится мне это. Чтобы наши обычные здоровые, так сказать, сограждане привыкали к таким людям в разных городах и в разных социальных условиях. Я Джей. Лего. Почему Лего? Ну, эта ассоциация сложилась с пазлом. Есть такая игра детская, там собираешь. И это как набор слов, типа, собираешь. В рэпе относится как набор слов. Ну, это я так решил для себя. Не знаю, что тебе новым дал. Ну, новые эмоции, думаю. Какой-то опыт для себя возьму с этого. Опыт, это точно. Опыт, это да, по-любому будет. Спасибо. У меня, наверное, опыт и в чем-то, наверное, прокачал, что надо что-то быстрее делать в таком, в сжатые сроки. Когда ты сам это делаешь, ты хочешь, как сам двигаешься в разных направлениях. А когда ты участвуешь уже в каком-то проекте, соответственно, выполняешь их условия. И немножко это как бы напрягало поначалу. Привыкание какое-то вызывало. С вокалисткой познакомились, с благовесткой. Сотрудничать будем. Они поют круто. Я пришел на их концерт. Ну, все мы люди, каждый по разному мысли чувствует. И кто-то возьмет для себя, а кто-то не возьмет для себя. Это нормально. Да. У нас только сейчас стали появляться инвалиды, так выходить в общество. До этого как бы не было. Мне кажется, было трудно. А поломали в городе Азове. Это Виктория. Они как бы первые были, кто придумали такую фишку, танцы на колясках. Кто-то, ну, без рук, без ног ставит цели, добивается. Кто-то с руками и ногами. Плывет по течению. Его все устраивает. В каждом человеке, кто бы ты ни был, работник, уборщик, строитель, каменщик, у тебя есть творчество. То есть нет ни одного человека на планете, который не имеет частичку творчества. Проект, который включает на сегодняшний момент 90 человек участников, дает возможность показать, проявить каждому человеку, кто вошел в этот проект, свои возможности найти какие-то новые горизонты, новые грани и стать одним этапом дальнейшего развития, дальнейшего творчества. И плачете? Нет. На всех репетициях плачете? Нет, не на всех. Я, ну, на первой, когда мы только собрались. Когда кастинг пошел, один ребенок выступил, потом коллектив выступил, потом выступил еще один коллектив, потом еще и еще. И я смотрю, что-то все-таки складывается, они стали отбирать. Мы долго искали сценарий. Ведь мы два или три раза сценарий пересматривали, потому что очень много было, знаешь, в сценарии вот это, жалости, боли. А мне это так, имея своего, да, Сашу, я думаю, нет, не надо, чтобы мы эту боль показывали. Надо показать, что ребята уже стремятся выйти в жизнь, вот. Есть помехи, но им надо преодолеть эти помехи, потому что жизнь такая, что если ты сам не вырвешься, никто тебе не поможет, тебе могут только помочь толкнуть. А пирожа рптицы как символ. Вот понимаете, это не сказка, это символ доброты, чудо, потому что все они стремятся к чуду. Если я взрослая, то верю и в чудо, и в сказки. Сейчас я смотрю, воплощается в жизни, ребята довольны. Страшно премьера завтра? Нет. Сначала, неделю назад, было страшно. И меня немножко успокаивали. А потом, наоборот, стало. Я успокоилась и стала успокаивать других. И актеров, и руководителя проекта. Стала успокаивать их и стала говорить, что все у нас получится. Вот. С такими ребятами трудолюбивыми у нас все получится. Несмотря ни на что, ни на какие препятствия, а препятствия были, да, я верю, что у нас все получится. Во-первых, уже сейчас весь интернет кипит про это. Еще ничего нет, но они уже все кипит, что вот будет такой спектакль. И я поняла, что у людей, особенно молодых людей, это вот дорогого стоит. И есть позыв к этим мероприятиям, к этому спектаклю. Вот. Ну, дай Бог, пусть Бог благословит всех нас на этот спектакль. Инклюзивный музыкально-хореографический спектакль «Волшебное пирожие рптицы» создан при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации о присуждении грантов президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. Базовой площадкой постановки спектакля стал город Азов. В спектакле приняли участие 96 артистов. Это участники из семи творческих коллективов и отдельные исполнители. Все познакомились и здоровые, и с физическими недостатками были на одной ступеньке. «Каждый из нас хочет быть счастливым». Спасибо тем, кто вообще эту задумку придумал, потому что люди могут себя проявить и показать всем, какие они талантливые. Ну, я рада. Я рада, что команда была слаженная. Ребята сами отдались вот на последнем дыхании. И все получилось. Какие они талантливые, какие они чудные, какие они любимые всеми людьми. Вы понимаете, вот они открытые. И я так рада, что люди тоже, сидящие в зале, тоже открыли свои сердца, чтобы любить их. Какие они молодцы, они очень сильные, они намного сильнее нас с ногами, с руками, с глазами. Просто спасибо вам. Я очень прошу вас, не смотреть на нас, как на диковинку. Особенно, если инвалидность бросается в глаза. Все мы люди, и каждый имеет право быть счастливым. Очень хороший спектакль. Они нам нужны. Нужны для того, чтобы общество было здоровее, чтобы понимали и принимали этих людей. Нам очень понравилось. Я играл такую антагонистическую роль, то есть самому себе противопоставление. Ну, как бы я ее не хотел, но меня натолкнули на эту роль. Вот поэтому пришлось играть. Я такой, как был, такой остался. Это только роль, только персонаж. Женечка, мы привыкли видеть тебя на сцене, и первый раз тебя на сцене нет. Твои впечатления о спектакле? Мне все очень понравилось. Я поддерживаю такие мероприятия, читаю и в дальнейшем развивать и развивать и развивать. Наталья Егоровна Бриус заняла правильную позицию, что если мы не будем ничего делать для своих детей, никто нам ничего не сделает. Это мероприятие, оно раскрыло для людей, что такое настоящее счастье. Счастье – это участие в жизни другого человека. Мы вдвоем, вокруг солнца на земле, день со днем. От себя я не почувствовала, мне казалось, что я больше могу, еще больше, намного. Ну, это первый концерт, у нас еще впереди два концерта. Будем расти. Да, будем расти. И нас разделят с тобой материками, и мы можем стать с тобой вечно пьяными. А может мы, ангелы над облаками. Держивала слезы с трудом. Сама идея очень классная. И все артисты замечательные. Не могу выделить кого-то одного, потому что сообща вообще получилась классная вещь. Я думаю, что все зрители после спектакля находятся улыбкой на лице. Это очень классная вещь. Это самое главное, как я считаю. Браво! Потрясающе! Прямо, да, мурашек. Ну, все трогает, не знаю, прям. Хлопот был громкий. То есть, все получилось отлично. Такая премьера замечательная. Наши дети самые лучшие, самые красивые, самые славные. И вообще, я вас всех люблю, люблю наших детей. Руководитель проекта Дмитрий Чернавский. Режиссер Федор Неретия. Ассистент режиссера Алексей Панкратов. Премьера спектакля состоялась в городе Азове 22 сентября 2017 года. Затем спектакль увидели зрители Таганрога и Батайска. Всего более тысячи человек. Да, были какие-то шероховатости. Но основа, это, конечно же, вот те люди, которые выходили на эту сцену. Они были наполнены. У меня видавшего мурашки просто по коже шли. Я все время аплодировал, все время кричал «Браво!». Я просто не выдержал этого. И вы видели сами, что на поклоне выскочил и обнимать ребят так начал. Потому что это невероятно круто. Это три месяца получается такой работы, рутинной, чтобы это все получилось. И оно казалось вроде бы легко, но на самом деле это совсем не легко было. Я никуда не пойду. Почему? Мама, теперь у меня есть друзья. Я их буду ждать. Три-четыре. Я так счастлива, что у меня опять появилось много новых друзей. Отлично. Ксюша, ну как, тебе переборола страх? Не было страшно сейчас? Нет, не было страшно. Весело? Да. Я тоже так счастлива, что у меня появилось много новых друзей. Спасибо большое проекту за то, что я с молодежью общалась. Я прям помолодела лет на десять. Я так благодарна, что меня взяли. Я вообще не знала. Не знаю, как это так действует. Очень хорошо. Спасибо. 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 Спасибо.